Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Инвестирую уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 60 миллионов рублей. Его можно видеть здесь на канале еженедельно. Продолжаю регулярные аналитические выпуски по фондовому рынку и текущей мировой макроэкономической ситуации. Рассмотрю сегодня различные новости фондового рынка США, России, Европы, Китая и так далее. Основные определяющие события – статистика и тенденции. Коротко о главном. Поехали. Начинаем с американцев. Просто по традиции российский блок будет пообъемнее, естественно, но он будет все-таки позже. Смотрим индекс S&P 500. Довольно очевидно желание индекса продолжить движение вверх. И это происходит, несмотря на продолжающиеся проблемы в банковском секторе. Банковские акции до сих пор находятся в серьезной просадке, то есть их просадка с лихвой компенсируется ростом активов в других секторах. Это важно понимать. Начал сезон отчетности и довольно многое сейчас будет зависеть от результатов и от прогнозов компаний на будущее. Это будет интересный период. Волатильность наверняка вырастет. Могут быть сюрпризы. Ну вот пока, кстати, именно банки начали показывать неплохую отчетность. В частности, JP Morgan, Wells Fargo, PNC показали неплохие отчеты. Два банка из этих трех перечисленных присутствуют в наборе активов «Инвестклуба» у меня. И я покупал их на снижение. Далее. Одним из долгожданных показателей на прошедшей неделе был индекс потребительских цен в США. Инфляция слегка снизилась и даже немного ниже ожидания аналитиков это произошло. Однако базовая инфляция, основная составляющая вот этого показателя, продемонстрировала свою устойчивость. Такие данные по инфляции, в принципе, далеко не сенсация и на фондовые индексы сильно не повлияют. Ничего особенного. Гораздо важнее то, как себя поведет дальше ФРС, которое, кроме инфляции, ситуация на рынке труда обязана будет учесть и ряд других факторов и продолжающиеся банковские кризисы и так далее. Задача сложная. Посмотрим. В общем, несмотря на позитивный график S&P 500, предпосылок для коррекции и рецессии в экономике США меньше не стало. В принципе, я только рад буду снижению рынка. Оно, естественно, предпочтительнее для меня, как для долгосрочного инвестора. Некоторые из вас поймут вот эту мою фразу только со временем и с опытом. Потому что эффективные покупки на подобных снижениях рынка способны приблизить финансовую независимость. Это все реально работает, но только если вы инвестируете осознанно, долго, не игнорируете риски и правильно учитываете собственные индивидуальные особенности своего инвестирования. А не просто что-то там покупаете хаотично по рекомендациям брокеров и блогеров. У них свои интересы. И основной их интерес это собственная прибыль, а совсем не ваша. Далее. Теперь несколько слов про Китай. С одной стороны, Китай реально открылся от ковида. А с другой, на финансовые статистики это сказывается пока очень не сильно, улучшений мало. К тому же очевидна эскалация напряженности по линии США, Тайвань, Китай. Уже было несколько раздражающих международную обстановку заявлений на уровне внешнеполитических ведомств этих стран. Были различные действия, усиливающие напряженность. Все это происходит и сейчас. Дополнительно по Китаю стоит отметить, что власти китайские продолжают стимулировать ликвидностью свою экономику. Это вроде хорошо, но может таить в себе серьезные проблемы в будущем. Тем не менее, я продолжил в инвест-клубе покупки китайских компаний за гонконгские доллары. Естественно, покупаю очень осторожно, рисков хватает. На прошедшей неделе была куплена всего одна китайская акция. Далее, коротко про Европу. Там тоже отметился банковский кризис. Инфляция остается высокой, но местами в некоторых странах уже замечено небольшое снижение. Кстати, снижению инфляции помогает уходящий в прошлое европейский энергетический кризис. Цены на нефть и газ заметно скорректировались со своих пиков, но в совсем комфортную зону еще, правда, не вошли. Далее, давайте посмотрим российские новости и экономические процессы, так или иначе влияющие на фондовый рынок. Смотрим график индекса Мосбиржи. Прошедшая неделя была очень волатильна для российского фондового рынка. Рынок стремился к росту. На волне обили позитивы в средствах массовой информации у брокеров. Мы это наблюдали уже сравнительно долго. Но на прошлой неделе тема электронных повесток заметно поколебала общую позитивную картину. Мы увидели тенденцию к коррекции. Не исключаю, что она будет иметь продолжение. Кстати, всеми любимый Сбер на хорошем отчете не стал продолжать свой рост. Ну ладно, посмотрим. У большинства инвесторов очень короткая память. А позитив обязательно продолжит подсыпать со всех сторон. Тем не менее, я наверное повторюсь, на фоне ожидающейся эскалации геополитического напряжения причин именно фундаментальных для роста российского фондового рынка явно не прибавляется. Считаю фундаментал сейчас в умеренной степени депрессивным. По моему базовому сценарию давление на экономику России возрастет. Санкции усилятся. Особенно если в ближайшие недели произойдет ожидаемая интенсификация по геополитике. Снова, кстати, заговорили про 11 пакет европейских санкций, которые в основном будут направлены на внедрение вторичных санкций и на создание проблем с обходом уже введенных. И здесь стоит дополнить, что важность и результативность текущих санкционных ограничений подтверждается сегодняшней динамикой на валютном рынке и очевидными проблемами наполнения бюджета. Кстати, по валютному рынку на моем канале было видео с прогнозом курса доллара на май. Обложка на экране. Это наиболее полное аналитическое ежемесячное видео по теме валют. Как правило, в таких вот редких роликах я затрагиваю большинство существующих курсообразующих факторов и объясняю их. Это нужно смотреть обязательно, если хотите начать понимать суть происходящего на валютном рынке. Вот. Продолжу про российский рынок. Есть еще чего добавить. Прежде всего напомню, что не было еще выхода нерезидентов с Мосбиржи. Вот недавно подтвердилась информация, что российскую собственность забирать не будут. По юридическим причинам. Но радоваться тут пока особо нечему. Мне очевидно, что тема с разблокировкой иностранных акций стронется с места только после завершения геополитического противостояния. А там, похоже, нам предстоит сначала пережить обострение и только потом постепенно начнет все налаживаться. Напомню, что и с той стороны иностранцы тоже заблокированы российской инфраструктурой и тоже ждут, когда все наладится. Ну а если выпуск нерезидентов осуществится с Мосбиржи таки, то это способно серьезно повлиять на рынок. Поэтому регулятор постарается как-то смягчить последствия. Уверен, что так и будет. А сейчас нет смысла гадать на эту тему. Придет время, все увидим. Вот. В общем, учитывая все вышесказанное, конечно же, я продолжал покупать и российские активы тоже. Было несколько покупок. Конечно же, я это делал по системе и с учетом своей индивидуальной стратегии. А не покупал по многочисленным, порой противоположным инвестидеям от брокеров и блогеров. Никаких хаотичных сделок на эмоциях, годами проверенная тактика покупок с обязательной минимизацией рисков. Все оформлено в инвест-клубе. Никаких переобуваний в воздухе и ставок на события. Это не казино. Вот. А на сегодня это все. Всем здоровья, мир! Да пребудет с вами сил сложно процентов.